Проект по изучению чистого волка Это проект гражданская наука Когда простым смертным выдают какие-то приборы И говорят гражданам, давай чем-то помирить Проект, он начался как раз в Венгрии, в Будапеште И начался с измерения воздуха у школ и детских садов Потому что посчитали, что самая уязвимая аудитория, собственно, дети И давайте посмотрим, чем дети дышат в нашем городе И чем они каждый день дышат, проводят 8-10 часов в этом помещении Поэтому наши школы в Москве почти всегда в рамках, если это не спальный район, выходят на дорогу Поэтому мерить можно, что здесь, что там примерно в самой школе здесь очень маленькое расстояние Вот поэтому те показания, которые сейчас, если они плохие В Москве все-таки сильно лучше, чем в Европе, где квартальная тесная застройка И там практически всегда это такое же здание, выходящее посадом на улицу Да, у них тут почти всегда улица, да, шумно Вот, ну, как здесь, вот этот пример В спальных районах это... Даже еще ближе, да, а у нас все-таки полный хендмейт Он сейчас, правда, не сможет подключиться, раздаст свою сеть, да Супер экологичный корпус Саморезов? Вот, кстати, вот, кстати, этот новый, я вам что-то сегодня странное показываю Нет, это только по республике? Коробке, нет, это без дпс-а, это просто, который показывает прям в реальном времени То есть и уайт каждое слово с большой куклой Я их сделал, ну, в таком вот виде, таких протодипов, в том, в чем было Этим хвостом оно втыкается в пауэрбан Я, как человек, закончить ремонт недавно могу сказать, что да Едет из этой космической работы Вот, а вот эта точка, это там, где расположен датчик GPS Им лучше вверх Такая точность там не нужна, вверх-вниз Нет, он, иначе, пуже будет спутники ловить Нас так все плохо? Здравствуйте, меня зовут Федор Ивченко Обычно я представляю проект заповедной железной дороги Силую такую маленькую саму рекламу, да? Но иногда бывает такое, что мы ходим в Москве Тарасскому заповедному уголкам Как правило, это Москва не самая парадная Кто-то некрас, кто-то проще, некрас, где-то почти терял Вот, у нас есть Где-то там где-нибудь 15-20-25 микрограмм Ну, короче, 20 микрограмм, 25 микрограмм, я говорю А вообще, как-то это больше рекомендуемой нормы Рекомендуемой нормы у нас 5 Всемирной организации здравоохранения Рекомендуемая среднесуточная Не должна превышать 15 Так что, в любом случае, все цифры у нас выше Многие знают, но как раз именно мы сейчас пока находимся в самой первой и, наверное, самой хорошо сохранившейся застройке Донгава Потому что первыми новыми домами стали именно вот эти четыре корпуса пятиэтажных длинных протяженных Которые вот сейчас перекрыты домом 20 по шоссе энтузиастов Которые появились уже ближе к середине 30-х годов А так, собственно, как раз идет первая висточка конструктивизма То есть это простые, понятные прямоугольные формы Ленточное остекление Прямыми, то есть большие и высокие окна И все то, что, скажем так, хорошо подходило для улучшения санитарных норм То есть это похоже, да, вот еще бы сюда вот эту брусчаточку водозаново заложить Ниночка тоже на ширину проезжей части посмотрите На ширину тротуаров, вот, то, как они уходят Ну, и тут... Новая Москва Да, Новая Москва, в том-то и дело, да То есть Москва постепенно расширялась и расширялась уже тогда Там трамвайчиков пока не нету, давайте мы сейчас вернемся на автобус на трамвайную остановку Мы заедем в другую позору, вообще, да Странно Там точно мерить? новоблагословенное это как раз отсылка к тому самому производству который так солдат самокатного запасного батальона располагался на самом деле самокатчик назывались отчасти больше не было смысла гулять смысла гулять в принципе маски комси комсоможно да конечно лишний раз такую погоду нужно осознавать это надо осознавать этот факт мы все смотрим как там холодно или тепло но никто не думает о том какой там воздух на улице поэтому зачастую люди делают что-то неподобающее обстановке бегают там занимаются спортом гуляют с детьми около улиц каких-нибудь шумных и грязных сегодня вот особой разницы нет что около шумной улицы да что в парке перемешивается довольно равномерно но атмосфера сложная штука она работает всегда по-разному потому что бывает бывает разный и я не знал на какой день попадет наша экскурсия у нас мог быть и крест кристально чистый воздух но кристально чистый воздух кончился позавчера солнце выгонул а циклон пришел он испортился до этого был хороший воздух довольно длительное числа с 12 января был хороший воздух вот чтобы попробовать просто подержать в руках что мы будем дальше с этими показаниями делается во первых у нас у многих датчиков был gps и мы сможем прямо сделать карту посмотреть на карту мы соберем их все вместе сравним и выведем что-то там что получилось если кто хочет себе оставить то это можно по себестоимости записать